Увеличивается не только взрывная сила, но и сила, сила удара, самого удара. Потому что то правило, которое когда-то мы все слышали, о том, что пробей воздух, пробьешь любого, оно действительно имеет место. Действительно имеет. И доказательство этому это наши ребята, наши сборные, которые работают достаточно хорошо. Про какую-то часть, но не как основной острей в тренировке, но как одна из основных частей, где это вам даст свой результат. Почему? Потому что работая с партнером, мы все равно не выложили все так, как мы выкладываемся на соревнования. Все равно не выложили. Даже если складывается, все равно у нас получается, что двигаешься потенек, меняя дистанцию, и нам не суда получается. Задержишь. Задержишь. Задержишь в траектории ударной. То есть получается ломаная техника. Ударная. Здесь у вас есть шанс хорошо. Хорошо, что учишься, хорошо разработано. Кстати, вот этот без вариантов тоже разогрева и наработки, переработки перед ухо, там, на соревнованиях, перед ухо, на катание. На катание. То есть то, что вы делаете, ребята, и то, что, когда нам нужно быть на бой, то перед этим обязательно позвонить. И так далее. И так далее. И так далее. То есть принцип такой, что на катание я должен быть не таким, как будто я с него просто вышел. Не по дыхалке и по усталости. А по высшему, в такой высшем, в такой высшем, в такой высшем, в такой высшем. Это способно вашего тела. Так? Да. И так далее. Мягкие мышцы, они не дадут вам взрыв. Должен взрыв. Не дадут. Это все равно, что перед боем садиться на шпагат. Тянуться, раздянуться на максимум. То же самое. Так же глупо. Мышца, которая раздянута, она дает взрыв. Не дает взрыв. Не дает взрыв. Поэтому и у нее теперь тяжелые ноги. Тяжелые руки не слышат. Руки не слышат. Руки не слышат. Отсюда и получается. Да. Хорошо. И продолжение нашей вчерашней работы. У нас все равно. Я же говорю. Сотно, ты сядь, я не знаю. Мы говорили о бойцах, которые используют двигающийся техник. То есть либо танцующий шаг, либо перевещение, как мы говорим, уроклифов, либо обрыв, мы так поражаемся. Но это одна форма бойца. А вторая форма вторая. Третий участок у нас боец, который давит. Поддавляет постоянно, который ведет. Ведет. Вот такой пример. Самый простой пример. Старший, наверное, ребята его знают. По старшему участнику чемпионата России и ИВК Тамбов. 1999 год. Это был отбор на чемпионат мира. Финал весит до 80 кг. Встретились Ачим Иванов и Макс Дэдди. Макс и Дэдди все слышали, да? Многие знают его листы. Ачим Иванов – это один из наших бойцов. Таких сильных в свое время. Сейчас, к сожалению, не отошедших от активного выступления. Мой ученик, который я тогда выставлял туда. Финальный бой. Первое время работы. Макс теряется. Не знает, что делать. Второе время добавляет. Макс тоже ничего не может сделать. Третье время боя. Ачим допускает ошибку. Иванов допускает ошибку. Которая стоит ему победить. А ошибка эта была в чем? Он начал просто тупо пилить на Макса. Просто тупо галить на Макса. Пилить на Макса. И Макс в один в один ворота переигрывает. Переигрывает, как мы говорим, на майке. То есть получилось так, что… Стас, пожалуйста. То есть он начал забить. Макс, знаете, да, тактику Макса? Кто видел, как он бьется, все знают, да? Такие движения в майке. Все время на месте не стоит. Танцующий боец. И вот на движении Иванова, после того, что встречался вот так вот. И он все время на этом переиграл. В одни ворота перебил. То есть… В одни ворота перестучал. Вот чтобы не было такого бурого пера такого, да? Бестолкового. Бестолкового. Но это тоже умение вот этой тактики обучаться. Тоже нужно обучать самому и своих бойцов обучать нам. Как это сделать? Как это сделать? Это делается на тех же самых упражнениях, которые мы с вами делали. Когда тот, кто давил, он работал. Давил – работал. И еще самое главное. Еще одно из главных. Это то, что удары ваш боец делает. Его коронные удары, его основные удары, когда он работает, уметь приложить к этой технике. К этой технике приложить. А для этого вы должны выяснить и вашим бойцовым вести следующее правило. Правило следующее. Если я давлю, если я давлю, у меня минимальный арсенал. Минимальный арсенал. То есть мы называем это. Вот я, допустим, называю это. В своем окружении мы говорим это как. Дефицит. Ударный дефицит. Это все равно, что у тебя 100 долларов, и ты попал в Биснейленд. Ты же не пойдешь везде кататься, да, сразу? Во-первых, до конца он не прыгнет. Посмотришь. Так. Где получше? Где поинтереснее? Куда? Это для малышей. Биснейленд. Для старших аналогию можно привести другую, да? Это означает, что попали в Амстердам, да? Да. То же самое. Распространяться, естественно, распыляться не будешь. И вот здесь, кстати, вот здесь очень большую роль играет психология вашего бойца. Психология. Суметь выдержать эту тактику. А для этого просто надо его, я делаю за окружение, тупо заставлять работать на тренировках именно вот эту технику. Тупо. Потому что, знаете, да, эмоции это то, что не всегда подвластно нам. А любой поединок это что? Это экстремальная ситуация. Экстремальная ситуация, в которой, хотите вы или нет, у вашего бойца выстрелить то, что он нарабатывал годами. Как бы вы ему там не кричали, давай там коленом, коленом, коленом. Он все равно возьмет и выстрелит то, руку, которую он годами, годами убивал, да, убивал. То есть, поэтому я говорю, нарабатывай. Возьмите просто такой вот. Тупо, тупо нарабатывайте. Потому что она выстрелит потом. Если надо. Так вот. То, что я говорю. Если мы давим, если мы давим, арсенал у вас должен быть минимальный, но максимально эффективный. Эффективный. Если вы ударник, ударник, да, если ваш бойец ударник, вам нужно пробить. Пробить. Вам нужно противника, который перед вами двигается. Что в первую очередь? Остановить. Остановить. Если вы его не остановите, ваши все удары, ваши все связки, они будут в минус вам. Пойдут в минус вам. То есть, вы тем больше подберете по воздуху, тем больше устанете. Какая бы ваша функционалка ни была. Тем более, учитывая удары по корпусу, сбивающую дыхалку вашего противника, живут в корпусу. Они сыграют свою роль. Такую же роль, которая сыграла, я вот только что говорил всегда, тот же самый чемпионат Европы 1936 года, который сыграл с тем же самым Тимой Гастачиным, сыграла роль, да, злую ошибку сыграл вот эту вот, в бою с Гараном. Гараном, которого 6 минут, как мы говорим, да, вбивал вот не ворота, а потом в последнюю секунду просто-напросто взял. Ну, постороннее говоря. Вот это. Поэтому, вот сегодня, сегодня я хочу, чтобы мы с вами поговорили, вот вы поработали, именно вот этот аспект, когда вы давите, когда вы давите, когда вам нужно плящущего, танцующего бойца отработать, нужно отработать против него. То, что я вам говорю, это не добло, это мой взгляд на это. Время боя, если он двигается, да, шпляжешь, танцующий, как вы сказали, главная задача его остановить. А остановить, ну, двигается, если он двигается, значит, он двигается на чем-то, на ногах. На ногах двигается. Останавливать, многие считают так, что если было лишь вот ты, через плетение селезенку, все, он встанет. Нет, не всегда. Наоборот, от ударов по больной точке он начнется еще больше двигаться. Поэтому, если мы говорим остановить, значит, дать ему возможность двигать опорными точками. Ноги. Ноги. Вот это, в первую очередь, если противник двигается, если противник двигается, это значит, что он меняет точку положения, двигает ногами. Просто, да, банально. Я бы с простыми словами. Наша задача ему ограничить это действие. А это сделать очень просто. Кто вот песними, кто занимался борьбой джидо, да. Знают, да, что? Самый легкий способ это что сделать? Как это сделать? Вывести из равновесия. У нас захватов нет. Уже нет. В воевка раньше, когда мы были, у нас были захваты, да. Разрешивались прихваты. Сейчас здесь мы работаем чисто. Прихватов нет, захватов нет. Удержаний тоже нет. Поэтому у нас остается только что. Удары. Удары. Самый легкий способ остановить ударом ноги, это потерять его, да. Потому что помогли вывести его из равновесия. Это ударить внутренний лоб. Внутренний лоб удар. Тем более, учитывая то, что противник двигается. Двигается. Перемещается. Стас, правильно? Вот посмотрите, если я буду двигаться, если я буду стоять, и Стас будет бить, да, внутренний лоб. Я просто буду собран на него стоять. А если я начну двигаться, и он ударит внутренний лоб. Нет, нет. Ты делай. И вот я буду двигаться, а ты внутренний лоб. Видите, что происходит? Вот что происходит. То есть, а если он к этому еще добавит, к этому удару еще добавит и в эту ногу. Ваш противник встанет. Либо удар сразу по задней ноге. Не по этой, по задней. Да, сюда. Тут же сразу его останавливает. Останавливает удар. Вот так? Раз. То есть, простой маленький такой прием, а действует сто процентов. Ну, Зуру многие из вас знают, да? Да. Мать света международного класса, призерка Европы, лаборатор чемпионат России. Вот. Вот. Возьмем на примере ее. Если мы стоим с ней в бою. Мы с ней в бою. При ударе внутреннего лоб, если она будет раскладывать ногу. Раскладывать ногу. Я уберу почему ее, потому что я тяжелее, да? Потяжелее. Если она будет раскладывать ногу. Она ничего со мной не сделает. Я как стоял, я так и останусь стоять. Так и останусь стоять. Раскладывая ногу. Раскладывая ногу. Бей. Давай. Давай. Не, нормально. Бей. Давай. Раскладывая ногу. Ничего не получится. Я к принципу говорю. Она все равно не бьет. Конечно, стесняется бить сенсей. Принцип какой. Давайте. Не буду много воды лить. Скажу. Вы бьете, Сань Пашевич. Вы бьете в вашей части своей. Раскладывая ногу. Сейчас, ребята, я говорю. Я посмотрел. Многих так. Раскладывая ногу. Вот так. Это неверные, ребята, работают. Не нужно так делать. Вы так можете сделать для того, чтобы сделать промежуточную фазу. Да? Чтобы войти и добавить что-то свое. Пожалуйста. Да. Можете сделать. Этот удар. Плеск. Но если мы говорим о силовом ударе. На разведении. Вот мы называем это разведение, да? Потерять. Развести. Тогда нужно бить шлагбаум. То есть ваш нога должна быть как в рейсе, как шлагбаум. Как будто вы в гипсе вы находитесь. Кого-то в гипсе. Не так разложить. Это случайно. Удар. За счет рычага. За счет рычага. Теряется сила удара. Потому что рычаг теряется. Удар это нужно делать прямой ногой. Почти прямой ногой. У вас нога должна пойти на дистанцию. Не так. Пойти должна. А должна пойти вот так. Пускай она будет чуть-чуть согнута. Согнута будет. Но удар как раз пойдет голенью. Как раз по тем мышцам, которые вам нужны. И удар идет строго на взлет. Строго на взлет. У многих из вас идет до ворот. Как при внешнем ударе корпуса бедра. Идет. Это не разведение. Разведение должно быть такое, что вы при этом корпус оставляете прямо. Чтобы могли продолжить. Сейчас тоже самое. Попробуйте. Только ноги должны быть у вас. Как будто в гипсе. На ударе. Поксал. Подания Feyenoord. Их. Попробуйте. Ростовый зубчик. Там первое. Там второе стаканτέ. Который 어쨌든. Перем林ov Wickham. После schnell. В комплексе на работе. То есть мы здесь работали на две ноги, на две ноги работали. А теперь тот дворянка, который мы работаем центрально на одну ногу. Мы тоже сейчас делаем режимы набитки, сделали два пятки, это используется как отдельно для наработки боевой связочки, маленькой, короткой, акцентированной, либо в тактике движения, перемещения. То есть идет комбинация, когда вы делаете акцентированный удар рукой, жестко, жестко наносите импульсный удар. Делайте его не полным, делайте его, а делайте его коротким, короткий импульс. То есть единственное, идет. Когда удар идет не полностью у вас на разгиб, а когда удар идет на согнутом локте, не за счет вращательного движения, как мы говорим, баллистического удара, а удар идет чисто за счет спины. Используя только внутренние удары локти, заставьте его как минимум поменять траекторию движения. Как минимум заставьте его это сделать. Если вы это сделаете, считаете, что 50% задач не выполнены. Выполнены. Почему? Потому что есть такое понятие, которое я с вами поговорю, мы поделимся с вами завтра. Есть такие понятия камеры. Навязываем здесь, когда я так, как люди. То есть, когда я завязываю противника, то заставляю мне делать то, что мне нужно. Скажите, идите туда, куда мне надо. Понимаете? Сделайте то, что мне нужно. Сейчас я с вами говорю, как вчера говорили, да? Когда на раках взял, и держим его из себя. Вот один безымянный. По километру. Вот сейчас заставьте его либо остановиться, либо как минимум поменять траекторию движения. Только внутренний локоть. Вот так. И то, чтобы не было просто, сказать, просто чтобы не было спонтанной работы. Никаких рук не делать. Только внутренний локоть. Только внутренний локоть. Это подтвердит внимательность и аккуратненько. Потому что на этом, когда ослабленность на рамокут, даже с левыми бойцами, уже опытные, они на этом разбиваются. Очень многие разбиваются. Поэтому, поаккуратнее, пожалуйста. У многих пешеходов, я думаю. А не более, чтобы еще у нас тесты, на тесты, вы тесты. Поаккуратнее, пожалуйста. Да. Да. У нас «Зафли». А рука. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сами себе. Если не получилось, это не значит, что это не ваше. Когда-то обычный лоу-кик был тоже не вашим. Когда-то мы тоже пришли в зал первый раз, и лоу-кик для нас казался таким что-то нереальным, непонятным. Сколько раз мы ломали себе ноги, бились, сформировались, пока не дошло до того, что сейчас мы даже не думаем. А просто стреляем лоу и все, бьете. Никто из вас не думает, правильно, а лоу-кик. Просто стреляет его и все. Вот здесь то же самое. Опять-таки, одергиваю, потому что уже говорил. В экстремальной ситуации сработает то, что вы нарабатывали годами. Много-много-много раз. Это так называемый в основном автоматизм, да? Автоматизм. Потому что автоматически у вас выстрелили. Теперь следующее. Вот то, что вы сейчас сделали, мы сейчас работали. Работали. Делали, старались бить. Да, вы, ребята, делали. Но вы сейчас не учли один момент, о котором мы сказали в самом начале. В самом начале. Вы старались сделать много ударов. А этого не нужно делать. Не нужно. Мы говорили, что должен быть дефицит. Дефицит ударов. Лучше сделать один удар. Один удар. Который, если даже попадет в блок, то он этот блок сломает. Вот так делаем. Не старайтесь, не старайтесь делать много ударов. Вы не в той ситуации, ребят, не в том тактическом положении, когда вам нужно много бить. Это нереально. Нереально. Потому что Стас. Видите, пожалуйста. Если Стас двигается, то же самое, только Стас будет двигаться. А я буду сразу делать много ударов, это повреждет собой что? Вот Стас. Поджимай, двигай Стас. Я буду постоянно его ловить. Буду ловить его. Вот на этих комбинациях, хочу я или не хочу, я буду проваливаться. Буду проваливаться. Вот так? Вот. Вот то же самое у вас происходило сейчас. Много ударов, которые не нужны. Не с той дистанцией. А вот для чего мы делали первое движение дистанцию, да, чувствовали? Если я двигаюсь, двигаюсь, вот он должен меня вести. Если он чувствует меня постоянно контролировать, тогда вот эти удары его внутренние, они когда-нибудь у меня и будут останавливаться. Вот так? То есть не хватает дистанции, нужно переждить, нужно найдите ее. Доберите эту дистанцию, а потом уже дайте. Хорошо. Вот так? Вот так. Сейчас то же самое, только у вас идут и руки, и ноги вы работаете. И руки, и ноги работают. Свободная работа у вас. Свободные удары работают у вас. Внутренние ноги, внутренние ноги. И руки свободные. Руки свободные. Руки свободные. Вот так? Вот так. Но опять-таки говорю, постарайтесь минимальное количество ударов использовать для того, чтобы выполнить задачу. Задача такая. Остановить партнера и пробителю, да? Условно. Вот так. Вот так. И то, что я говорю, думай. Ребят, вот говорят, что на тренировках многие, я слышал такие выражения, когда Слав присутствовал, когда говорят, не думай, делай. Делай, просто делай, делай, делай. Нет. Это неправильно. Неправильно. На тренировке для того есть, чтобы вы думали. Чтобы мы думали. Обдумывали каждое свое движение. Анализировали. Потому что на соревнованиях делать уже это поздно. Тогда? Поздно. Тем более. Поздно. Может, супер тренировкой торговли. У Совета. Например. Подогой.